про современные и можно ли назвать искусственным интеллектом вот возможности по комбинаторике они уже как бы подрастают подрастают и объект приближается к такому упрощенному представлению об искусственном интеллекте но с точки зрения роста перспективы это все все равно как бы такая тупиковая вещь которая будет иметь предел не уходящая к вершинам развития интеллекта скажем так если мы возьмем то нот от червячка улиточки там продвигаться в сторону человека до такой вот рост интеллекта до дальше берем за человеком если просто как сравнить на шкалу поставим вот здесь у человека искусственный интеллект он у нас как бы сразу дает по производительности скачок утром скачок дает там по количеству операций поэтому все по стабильности результата дает скачок по своему развитию нам скачка не дает вот у нас же интеллект это не только производительность не только стабильность отсутствие ограничений по решаемым задачам он когда нет ограничения сосчитайте мне это построите корректную модель того то начинается что а у меня нет вот базы для этого у меня нет базы для этого а интеллект он как раз позволяет решать любую задачу пускай медленно там какую-то ползет ползет как улиточка но до считать и у человека в своем понимании у него есть возможность туда идти а у искусственного интеллекта у него есть возможность идти по тропкам проложенном человека как вы пускаете в воду ручейком идти в том направлении или в том и она идет куда опустили туда идет а в осознанную такую работу вы не можете запустить интеллект потому что на старте построения вы сами пока не понимаете вы сами еще там не были вы как бы не проработали поэтому это одна подробность вторая подробность это база психологического обеспечения мы об этом рассказывали как бы люди не все понимают первичная материальная развертка развертка это как если строить такую пирамиду из физики на усложнение переходит в химию более сложное соединение органика биология социальные вопросы это усложнение материала у нас человек более сложный чем химический элемент да и так далее то есть если вот от физики сворачивать эту пирамиду вниз мы можем как бы это все очертить в примерном контуре но не можем пока точно это все сказать мы не знаем в рамках предложенных в образовании концепции мы не можем очертить но ту же продолжительность жизни мы не можем рассматривать как научный продукт потому что мы не имеем даже представление о первичных функциях жизни обеспечением вообще вот эту вот схему представляем только так условно жизненно мы ковыряемся там коде в генетическом и так далее это не доработано и вверх мы не можем зайти на саму то что высшей физики это как раз первичный блок функции характеристики материи не мы не можем а вот наука официальная нему человечество как бы не может вот в этот блок потому что нет основной исходных данных и сейчас как раз вот скажу колупаются скажем такая активная часть человечества над построением этого блока как и называют моделью стандартная моделью делают всякие забавы на дроном коллайдеры типа мы постигнем как может там у нас бозоны хикса найдутся или чудо там еще ну вот это вот вся темная материя темная энергия в этот блок они идут тупиковым способом логически несостоятельным это как приводили пример тут если не зная правил шахматной игры смотреть через дырочку на клеточку на одну или видит это меняются фигуры ты не понимаешь саму игру ты что-то там надумаешь гадать там каких-то версий выдвигать ты не понимаешь саму схему вот мы предложили решение как раз как сработать вот этот первичный блок функций характеристик материи как на базе этого сделать искусственный интеллект даже не так не сделать искусственный интеллект а обеспечить искусственный интеллект в базе логического обеспечения чтобы появилась полностью корректная информация исчерпывающая объемная на всех уровнях начиная от первичного блока функций характеристик материи дальше на физику на химию органику на биологию и так далее вот исходя из этого когда вы имеете полностью в оптимальном виде в идеальном виде вот этот исходный блок когда вы его проверили там на химическом уровне вы имеете полностью неограниченный интеллект в пиковом росте у вас нет ограничения по решаемой задачи то есть вам не надо столетия тысячелетия развиваться вы просто заходите в исходный блок вот эта функция характеристикой материи и спускаетесь вниз на любой уровень задачи которые вам требуются и эти задачи и решения уже будут в этом массе и в принципе человек не может поставить задачу выходящую вот из этого массива себе потому что у него нет потребностей потому что все задачи они у нас так или иначе находятся либо на уровне физики либо на уровне химии либо на уровне биологии все это весь наш мир этим и описан и оттуда уже тем способом если заходить в биологию то как раз и получаются вот эти схемы жизнеобеспечения и полная расшифровка генетического кода и понимание многоуровневая что делать для модернизации организма для повышения его жизненного ресурса и для продления ресурса без модификации вот это вот это самая быстрая прямая дорогах так называемом бессмертию в кавычках и самый быстрый способ это вот оттуда спуститься от блоках функции характеристик материи другие способы они тупиковые так вот искусственный интеллект без вот этого подтвержденного блока которым мы рассказываем это ну как разница как между калькулятором и компьютером это просто задачи другого уровня даже даже не так это пропасть больше чем между калькулятором и компьютером вот с блоком вы с базой логического обеспечения или без это вот самое перспективное что есть мире вот во всем мире на всей планете нет нет никакого более перспективного направления чем это направление тот передний край науки это наука с завтрашнего дня который можно отрабатывать уже сегодня мы должны этим заниматься уже сегодня просто жалко время которое уходит 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 нам надо ускоряться этим заниматься какой момент искусственный интеллект станет искусственным интеллектом когда вот будет смышка с база логического обеспечения вот оперировать с информацией интеллект уже может вот эта машина может а определяет статус и черпать информацию черпать модели на марта на малом ресурсе у этого есть предел и пределом количественной любая модель чем больше мы повышаем качество описания этой модели тем нам требуется больше мощности ресурс и вот эту задачу ничем не решить то есть можно повышать качество на одной модели растратить все ресурсы да а вот это вот пирамида дает возможность проходить по дорожке по цепочке по лабиринтику нужно вам направление пирамиды решать задачу на малом ресурсе обнулять верхние срезы и вообще можно ставить вот с этого уровня например мы проходим со сохраненный уровень и дальше эти задачи мы решаем с этого уровня даже так можно то есть это конечный ресурс который дает невероятные возможности вот туда надо идти туда заходить таким образом работать просто сейчас все искусственные интеллекты упираются как раз в мощность оборудования то есть они не могут решить больше какого-то количества задач соответственно не могут большему научиться и в итоге упираются в конечный ресурс и это да ну и это недостоверная информация искусственный интеллект он сам по себе некорректная форма вот сейчас искусственный интеллект некорректная форма если вы не закладываете базу но так как и поплыли в кругосветное путешествие не взяли с собой продукты там немножко взяли учета не взяли да вот то же самое вы собрались заниматься искусственным интеллектом а базу логического обеспечения в него не закладывать и более того у вас задача не стоит более того даже если у вас будет задача вас будут препоны потому что даже если брать вот эти вот алгоритмы сопоставления бесконечно больших бесконечных малых величин вы этого не можете до оперировать потому что у вас некорректная теория множества в самом начале заложено да значит вы не можете заходить на корректное моделирование частиц пространстве да значит вы не можете моделировать вселенную в законы вселенной не можете следом в этот первичный блок уже не можете да то есть вот мы берем самых умных математиков приглашаем они у нас безвредны они не могут оплодотворить задачу скажем так они ну пока не пройдут курсы подготовки они никто эти математики со своим багажом зданий потому что с их багажом знаний не прилагается багаж интеллектуальных ошибок недоработок вот этих вот слабоумных парадоксов да типа ну мы приводили многократно да это числовое поле как она построена с подменой терминов и так далее так что тут надо готовить ребят для работы чем отличается человеческий интеллект и интеллект в принципе бедающего от искусственного интеллекта которые пытаются создать то что пытаются создать это пытается создать калькуляторе вот многократно продвинутый калькулятор чтобы перейти на статус интеллекта они не понимают задачу тут там необходимы кроме этого вот у нас есть вот это база логического обеспечения мы удал должны с оперативной частью сделать это минимум получаем и получаем имитацию искусственного интеллекта а сам искусственный интеллект когда мы придадим этому всему субъектность еще есть такое понятие которое они не рассматривают у нас должна быть персона субъект только тогда мы получим искусственный интеллект как персону и в этом плане нас в биологическом плане у нас любая улитка является субъектом любой осьминог является субъектом любой человек является субъектом а машина она не является субъектом там даже задача не стоит на уровне первичной коммутации калькулятор у нас тоже не является субъектом вот большой калькулятор не является компьютер не является субъектом этот искусственный якобы интеллект который они моделируют он тоже не И в этом плане перспективы замечательные, есть там такие забавные подробности, что когда вы имеете субъект, ну вот планария, допустим, субъект, если вы будете сочетать субъектность планария или субъектность осьминога и возможности искусственного интеллекта в полной конфигурации, то вы получаете возможность решения задач, такую же большую, как если бы вы посадили не осьминога, а посадили бы человека, потому что в чем разница-то для решения задач и вообще для концепции. Взяли мы слишком умного человека или не слишком умного, или взяли там слоника, дельфинчика, осьминожика, ёжика. Вот, то есть ёжик, ну вот, ёжик вот с этой технологической приставкой и в рамках его ресурса времени он будет иметь возможность развития, самоосознания вот этого всего развития, сопоставимую с человеческой, в чем-то даже превышающую. Если искусственный интеллект приобретёт, ну, по сути, свою личность, станет определённым субъектом, есть ли возможность того, что начнётся у нас вот эта вот история с терминатором, когда искусственный интеллект выйдет из-под контроля и решит, что мы ему не нужны уже? Пока у нас субъекта нет, вообще об этом можно не париться, вот эти конференции проводить, о том, что вышел искусственный интеллект, чего-то там поговорил, этого не будет, это технически невозможно, потому что нет субъекта, кто бы этим занимался. Это если тебе программу специально такую не зашили, ты этого делать не будешь. Даже если тебе зашьют такую программу, и ты будешь это делать, ты это будешь делать неосознанно, как калькулятор, ты не являешься субъектом. Поэтому противодействия на техническом уровне вообще будут несложными. А если мы выходим на субъектный уровень, то у нас остается только порог репродукции. Когда ежик с искусственным пакетом сможет оснащать других ежиков таким же комплектом. Вот это надо технологическая передача. Допустим, если вы пошли по биологическому пути, то вам надо ежика с прогнозируемой продолжительностью жизни брать, и все, и вы в безопасности. Что если ежики сбесились через 4 года, они успокоились, например, техно-ежики. У вас в рамках ИИ предполагается какой-то биологический вид, который к нему подсоединяется? Нет, мы говорили про персонификацию. Персонификация бывает двух типов. Просто сращивание с биологией или создание технологической, механической персонификации. Это другой тип. Сама задача построения искусственного интеллекта. У вас есть калькулятор, есть компьютер, есть самый-самый большой калькулятор, и вы можете продвигаться в сторону искусственного интеллекта. Для этого вам надо база логического обеспечения. Вы получили такую имитацию искусственного интеллекта. И дальше вы можете либо переходить в сторону персонифицированных машин, индивидуумов, либо не переходить. Вот когда вы туда уже целенаправленно переходите, тогда вам надо думать о безопасности. Допустим, вы создали техническое устройство, которое за вас бегает по Вселенной, собирает информацию. Допустим, какой-то шарик, окруженный полем, внутри которого зашит искусственный интеллект, который совершает эту работу. Наиболее подходящая здесь версия, если это будет как раз механическая персонификация, искусственный интеллект, обладающий базой логического обеспечения, который будет где-то гонять во Вселенной, послать вам сигналы или выполнять ваши задачи. Если вы собрались своими роботами, такими, искусственного интеллекта, захватывать Вселенную и создавать, допустим, самовоспроизводящие системы, то, в принципе, для этого тоже есть путь. Тогда вам надо закладывать уже, обезопасивать себя, закладывать элемент безопасности от развития данной цивилизации технической, слагом по времени. Когда вы переходите в гравитационные поля, в технологии гравитационных поля, появляется куча возможностей. Одна из возможностей – это трансмутация химических элементов, это генерация химических элементов. Это когда вы можете, в конечном итоге, сделать принтер, который вас печатает из нужных вам материалов, вдали от ресурсов, полностью без ресурса, на гравитационном источнике энергии, любые конструкции. То есть вы можете копировать данную систему многократно с помощью вполне отрабатываемой технологии. Тогда это получается действительно технологический прорыв, и это глобально опасная вещь, которая будет тиражировать себя. В космосе, куда вы ее направили, да, если вы ее изначально заложили, чтобы она будет вооружена, и отрабатывать какую-то программу, она будет это делать. На Земле такие игрушки, конечно, ну это опережение по военным технологиям однозначно. Возможен ли такой шаг в дальнейшем или когда-либо вообще, когда машина, по сути, сможет самостоятельно думать, какие-то эмоции, там, и так далее, какие-то свои выводы делать? Когда вы сделали персону, все, она уже может все. Во-первых, у нее получается сэкономленный ресурс времени, она уже знает все. Ну, если вы заложили вот эту вот окорректную пирамиду, да, блок-функции характеристик материи, она практически вот любая позиция, которая нас заинтересована, она знает. Захотела она подумать о том, как мог бы развиваться вид крокодила, если бы пошел по другой ветви. Она прошла по этому блоку и смотрит, как могли бы развиваться крокодилы, что надо непосредственно в гинокоде изменить, чтобы они пошли в ту сторону. То есть все задачи об этом мире, она уже знает по умолчанию, они все в этой системе. То есть интеллект уже опережает, то есть на образование время тратить не надо, там какие-то маркерные позиции выносятся, как на рабочий стол, да, и у вас получается искусственный интеллект, который с ними работает. Дальше. Вы делаете персону, вы персону, ну, поскольку если вы делаете техническую персону, технологическую персону, да, вы сразу маркируете понимание, самопозиционирование себя в этом мире. Кто я, где я, что происходит, что надо делать. И все. Вот здесь вот как вы заложили, так и поперло. И оно на репродукцию точно так же выводится. С учетом, так скажем, его личного там мнения и его самочувствия как персоны, он же может делать свои выводы и по отношению к вам, там кто-то тостер ударил, вот он решил, что он враг и их надо истреблять. Ну, это... Вопрос касается вот именно вот этого блока в персонификацию. Блока персонификации. Вот если мы берем дикий природный блок персонификации, это одно, а если мы берем технологический, создаем это другое. Технологический мы можем создать действительно, как пожелаем. Дикий берем, там уже возможны варианты, те, о которых говоришь. То есть на изначальном этапе можно эту возможность, так скажем, исключить? На технологическом? Да. Заложить, не исключить. Ну да. Заложить коридор. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но, но, но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!